40 квартир без горячей воды. Уже четвертый месяц жители одного из домов по улице Большой Технической не могут добиться, чтобы из их кранов вновь потекла горячая вода. А по календарю зима не за горами. Когда услуга дойдет до населения, выяснила наша съемочная группа. Когда-то давно в этом доме в каждой квартире стояли газовые колонки. Теперь здесь есть бойлер. Он и обслуживает жителей горячей водой. Но несколько месяцев назад бойлер вышел из строя, а соответственные услуги люди, проживающие в этом доме, лишились. С августа месяца нет горячей воды. И вот такой дом весь, пенсионеры, участники войны, в третьем подъезде даже, знаете, эти заслуженные доноры. И все вот мы сидим без воды с августа месяца. А уж в этом месяце, в том, додумались, даже включили опять нам в оплату. Вообще никто ничего не контролирует. Как нам пояснили в управдоме, произошла ошибка, и она будет исправлена. Тем, кто все-таки оплатил за горячую воду в прошлом месяце, им автоматом сделают перерасчет. Не надо заявлений никаких писать. Это будет выполнено уже в управляющей компании. Помимо ежемесячной платы за ремонт и содержание жилья, жильцам придется раскошелиться и на покупку бойлера. А это ни много ни мало – 180 тысяч рублей. Сначала, естественно, все отказывались, но потом уже всем надоело без горячей воды сидеть. И потом уже люди согласились уже пойти даже на это, чтобы, собственно, карманов все это дело заплатить. И в итоге все равно получается, что не могут найти в магазине хозяина, которые занимают 30% площади нашего дома. Как выяснилось, магазин лишь арендатор, а собственнику помещения кто-то другой. Но кто? Концов не найдешь. Самостоятельно жители выяснить это не могут. Буквально на днях уже после того, как наша съемочная группа приезжала к жильцам этого дома, здесь было проведено общее собрание. Положительно проголосовали 50 с небольшим процентом собственников. А для принятия решения необходимо две трети голосов. Но если не брать в расчет магазин, то ситуация потихоньку начинает решаться. Он не пользуется горячей водой через данные боли, поэтому собранных голосов от собственников жилых помещений достаточно для принятия решения о его замене именно через решение собрания собственников именно жилых помещений. Он не будет участвовать в этом собрании, и, соответственно, мы с него деньги собирать не будем. Если он когда-то захочет подсоединиться и получать горячую воду через этот бойлер, естественно, ему будет выставлен какой-то счет за замену бойлера. Сумма на ремонт не маленькая. Можно бы взять с денег, собранных на текущий ремонт. Но их у дома, как это часто бывает, нет. Более того, дом числится в должниках перед управляющей компанией. На сегодняшний день долг за жильцами составляет 56 тысяч рублей. Именно на такую сумму, по словам управдома, здесь были выполнены работы. Но жильцы утверждают обратное. Ремонт не производился уже, я не знаю, сколько лет. Ни подъезды, ни сколько раз мы обращались по поводу крыши подъездов. Ни сами крыши, ни подъезды. Ничего у нас не ремонтируется, но деньги куда-то испаряются. И по поводу балконов, да, арматуры там висят, обращались. Здесь сказали, денег нету, на бойлер денег нету, какие балконы. В управдоме говорят, что готовы отчитаться за все до копейки. В любом случае, собственники жилых помещений получают ежегодный отчет, в котором указаны, какие виды работ выполняются по текущему ремонту. Если необходимо им повторить такой отчет, мы готовы им его предоставить. В том числе с предоставлением копий актов выполненных работ. Волнует жильцов и безалаберное отношение к их имуществу. Дверь бойлерной всегда нараспашку, там, можно сказать, проходной двор. То лица без определенного места жительства ночуют, то собираются компании и распивают спиртное. Нет гарантии, даже если нам его отремонтируют, что кто-то не придет и не снимет там что-то на следующий день. И у нас будет опять такая же проблема. Наверное, выход один – самим купить замок, повесить на дверь бойлерной и никого туда не пускать.